Наташа, привет! Привет, Галина! Я уже не буду спрашивать, как тебя зовут, потому что много раз я задавала этот вопрос. Когда мы записывали видеоотзывы, ты за последний год несколько раз приезжала на мероприятие Светланы Лавровой. И мне очень интересно с тобой побеседовать именно поэтому. Почему решила приехать в этот раз? Уже какое-то бесчисленное количество раз. Бесчисленное, действительно. Почему решилась приехать на этот ретрит? Ты знаешь, это лишь решение дается всегда легко. И вот отсюда этот какой-то голос идет. То есть это не мыслями, а чувствованиями продиктовано желание. Я понимаю, что снова готова. Вряд ли кто-то за мной следит, но тем не менее я на Байкал не ездила, потому что, видимо, нужно было переварить. Там следом Алтай, Байкал, они как-то так кучно пошли. Я почувствовала, что классно, что не сложилось, потому что, видимо, было бы лишнее. Надо было переварить, устаканить все это, как-то положить. А сейчас почувствовала, что да, снова готова, снова к раскрытию себя, потому что каждая новая поездка – это новый взгляд внутрь себя еще глубже. И вот поэтому... Что было сейчас в твоем поле, в твоем пространстве? Ну, насколько ты можешь это открыть? Сформулируй. Вот какой запрос, что ты решила, да, ретрит мне нужен для решения вот такой ситуации? Ты знаешь, не было какой-то конкретной ситуации. То есть это постоянный процесс. То есть нет такого, что вот прям вот это вот хочу, и вот больше ничего другого. Это, в принципе, такое доверие тому, что происходит, а что же там дальше? То есть это не то, что вот покажите мне это, а, в принципе, открытие всему. И ты знаешь, действительно, прошел год, а я вот ехала сюда и вспоминала, какой я приехала год назад на Красную Поляну. В первый раз. В первый раз, да. То есть я вспоминала, ну как, всего лишь год, и такое чувство, что совершенно вообще другой человек год назад приезжал. То есть не другой, там, лучше или хуже, а просто другой. Потому что, ну, тогда я ехала, знаешь, как это бывают моменты, не то чтобы на грани отчаяния, но это вот такое вот, когда куча проблем, претензий к жизни, поиска ответов, какие-то вот, а где же, а почему же, состояние жертвы. Вот какие-то такие вот, да, были моменты. Давай побольше это даже сравним, вот что тогда было, то есть какая сейчас? Ну, собственно, вот оно, да, и по здоровью, кстати. Вот я тоже отметила, что за этот год очень много перемен произошло в лучшую сторону по здоровью. И здоровье в каком плане? Не классическом понимании, что вот был диагноз, нет диагноза, да. У меня обратная ситуация, то есть у меня были, ну, я не буду вдаваться в подробности, да, просто были определенные сложности с физическим восприятием своего тела, со здоровьем на уровне физического проявления. Вот, и я ходила по врачам много лет, к разным специалистам разного рода, и мне говорили, что вы здоровы, девушка, вы здоровы? Я говорю, как здоровы? Ну, я же чувствую, что вот, ну, есть проблемы, то есть совершенно очевидные. Вот. И за этот год, когда я погрузилась в честность с собой, когда я нашла причины в своем непринятии себя, в первую очередь, да, и все, что отражалось на моем внешнем окружении, на общении с моим близким в том числе, вот такие вот моменты прояснились. И когда я поняла первую причину, то есть первая причина – это непринятие себя, и откуда ее корни растут, это вообще в прошлой жизни нужно было углубиться, понять, опять же, через чувство меня себя, через доверие тому, что я вижу, что приходит, какая информация. И все вот эти мои проблемы со здоровьем, они ушли. То есть ты нашла ответ даже не через пласт вот этого воплощения, а вообще еще дальше. Еще глубже, да. Да, и, кстати говоря, вот этот год, он был интересен. Это, знаешь, как сериалы смотреть, когда падаешь туда и смотришь, боже мой, это же тоже я, да, и это удивительно. И благодаря тому, что действительно вот Света научила погружаться в честность и в себя. Кстати говоря, мне, знаешь, что нравится? Вот я тоже сегодня думала, о чем бы мне хотелось рассказать. Слышу о том, что часто люди ездят на ретриты, как говорят, подсаживаются на энергию мастера, да. Вот мне нравится, что у Светы этого нет. То есть это не наркотик, который вот прям, дайте мне еще одну дозу, да. Это не зависимость от нее, а это желание посмотреть ее глазами на себя, чтобы потом поехать домой и понять вообще, как это работает. То есть она не подсаживает на себя, она нас к себе разворачивает. И это самое ценное. Вот я сейчас говорю, у меня прям мурашит. У меня тоже мурашки. Потому что вот это самое ценное. Когда учишься быть собой и искать ответы в себе, а не где-то вот вовне. Чем этот ретрит был для тебя интересен? Чем он был, может быть, особенен? Что в нем ценного было для тебя? Для меня самое яркое проживание, наверное, это был регресс. Когда мы со Светой погрузились тоже в один из моих прошлых сценариев по прошлой жизни. И когда я его именно проживала глубоко через чувство, не через видение, через узнание причины одной из таких моих болезненных, которые мне бы хотелось решить. Вот это, наверное, самое яркое впечатление. Это еще будет раскрываться, я прямо чувствую. Эта практика, она, кроме впечатлений, как-то тебя продвинула в твоих переживаниях, осознаниях? Ты знаешь, пока я не могу сказать, что прям вот было вот так, а стало вот так. Нет, не могу. Но я понимаю, то есть это вот где-то на уровне того, что невозможно передать словами, что процесс, когда запущен маховик, вот он начинает это движение. Я просто по опыту уже знаю, что ретрит, он не здесь происходит, он происходит после того, как он закончился. А расскажи, что это значит, что ретрит происходит, когда возвращаешься домой. Что это такое? Не знаю, как это у других, я же только о себе говорю. У меня это происходит в первый день после окончания ретрита. То есть когда происходит тишина, когда заканчиваются все вопросы, и начинаешь погружаться, опять же, в себя, в воспоминаниях того, что-то узнал, что-то услышал, что-то почувствовал. И как-то вот будучи в тишине себя, начинается вот это вот пом-пом-пом-пом. Осознание. И все, да. И там мои любимые слезы. Да, даже так, да? Ну, конечно, без этого. У меня так не бывает по-другому. То есть всегда через слезы. Но это слезы такие, счастье, очищение, расширение. Это глубина, это осознание, это признание, принятие. В первую очередь себя. Светлана часто говорит, распаковки начнутся после ретрита. Ждите, вот месяц-два после ретрита будут распаковки. Ты участник ретрита не единожды. О чем для тебя эта фраза? Как это реализовывается? Что это значит? Да, оно действительно и не месяц, и не два. Ну, то есть оно безостановочно идет. Просто, ну, зависит от человека, насколько он хочет глубина. Что идет? Идет, идет принятие себя, принятие мира. Ну, то есть это вот как по-честному к собой, когда начинаешь жить, да? Ты понимаешь, что в чем ты себя обманывал. Где ты предавал себя. И осознав это, ну, я уже говорила, да, я сравниваю это с красным буем, который вот такой, знаете, вот над морской гладью, вот там бульк, вот это выныривает. И когда ты уже понимаешь, в чем причина твоих каких-то вот таких вот неудовлетворенностей жизнью, и причина-то в тебе, то есть а твое окружение, оно только подсвечивает эти проблемы, эти, ну, я не люблю называть проблемы, да, какие-то ситуации. Вот, и ты вот этот буй, когда уже увидел, вот-вот, когда он вынырнул, ты уже его обратно туда засунуть не можешь, ты уже понимаешь, что нужно что-то менять через делание в своей жизни. И ты начинаешь делать эти шаги. Страшно, жуть, вот я сейчас опять говорю, у меня холодок по спине проходит, потому что такие часто моменты всплывают, в которых ты себе сам не хотел признаваться. Вот, но когда ты оказываешься с этими ситуациями, моментами лицом к лицу, ты понимаешь, что, ну, все, если ты хочешь что-то поменять в своей жизни, то нужно в это идти. И да, там неизвестность, и да, там волнение, и да, там тревога, и страх, и боль где-то, и слезы. И неизвестность, больше всего, наверное, нас пугает ведь неизвестность, а вот когда ты понимаешь, что неизвестность – это самое интересное, и как раз там весь ресурс, просто идешь, и первые шаги, вот эти вот как раз распаковки, они самые страшные. Это вот то самое, когда ты осознание своей реализуешь жизнь. А потом, когда ты понимаешь, что да, было страшно, но после этого прям, ну, как подняться в горы, да, сначала тяжело, трудно, там, устал, недоволен, но вот этот вид с горы, как на Алтае мы были, да, вот это что-то образ пришел. Каракольские озера. Это простор невероятный. И вот в жизни так же, когда ты делаешь вот эти трудные шаги, вот эти вот осознания, которые на ретрите получаешь, реализуешь жизнь, они вот таким же, ну, скажем так, благословением и благостью начинают открываться. А если мы… А что раз потом становится легче делать этот шаг? Если мы переместимся в плоскость взаимоотношений, каких-то физических форм и вещей, то вот эти осознания, как они трансформировали твои отношения, возможно, твое самоощущение в отношениях, ну, что-то вот из такого, из того, что можно потрогать. Потрогать? Примеры, да, такие. В общем-то, вот все, что я рассказывала, это как раз-таки и можно потрогать. То есть там в прошлой жизни даже это, ну, такое-то… Как изменились твои отношения в семье, может быть… В первую очередь я обрела себя, да, ну, то есть прежде чем говорить про отношения, нужно сказать, что отношения-то строятся вокруг меня, со мной, да, ну, то есть я в первую очередь себя обрела, потому что до этого было ощущение, что я вот тут нечто такое вот как, ну, бесхребетно, болтающееся в пространстве, неосознающее себя и причин, происходящих со мной. Вот, и за этот год я обрела себя в первую очередь. И когда есть ты у себя, ты уже понимаешь, кто ты и как ты хочешь. И через это ты транслируешь, ну, своих близких людей, да, то есть ты уже начинаешь выстраивать отношения, которые экологично, гармонично тебе в первую очередь подходят, потому что ты же центр своего мира. И вот признав это, все начинает под тебя меняться. И да, в отношениях немножко потрясло. И, то есть первый круг, там, дальнейшие круги, они вот все вот так или иначе перестраиваются, шевелятся, да. Вот, ну, тоже интересные процессы. Про здоровье я уже сказала, да, это тоже, я считаю, что такое достаточно материальное, потрогательное. Очень, очень важно. А, кстати говоря, ну, тоже ведь про автономию немного, да, то есть по образу жизни, по питанию, все время все такие существенные продвижки. Не могу сказать, что я прям отказалась от еды и не люблю кушать. А что изменилось? По-прежнему мне вкусы нравятся, они по-прежнему меня будоражат, и это то, что возвращает к еде. Но я стала понимать причину, почему мне хочется есть. То есть многие продукты я прям разобрала, да, в какую ситуацию в жизни они меня возвращают, и за какой эмоцией я иду, съедая тот или иной продукт. То есть и уже когда понимаю, то есть где этот якорь, я понимаю, что мне не нужно через помидор, да, мой любимый, идти вот в это состояние. То есть я могу убрать его и прожевать его осознанно. Да, сразу получить состояние, а не помидор. Да, 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 это классно. Света вообще очень много говорит о том, что мой ретрит, ее ретрит не для того, чтобы там отказаться от еды, а для того, чтобы прийти к себе. Ты очень много вот хорошо, так здорово про это сейчас рассказала, и я думаю, что это будет полезно и важно другим людям тоже услышать, что о чем здесь, о чем здесь мы проводим время. Это именно про приход к себе, это самое ценное. Это вообще не про еду, не про что-то другое, это про себя настоящее. Что бы ты хотела запечатлеть из этого дня и сообщить сама себе, той, которая посмотрит это видео через, я не знаю, полгода, год, может быть. Что ты из этого дня сама себе отправляешь в тот день, когда найдешь это видео? Да, это действительно очень важно, когда себя вот якоришь вот в этом состоянии и хочется заикорить состояние, именно не предавать себя. Потому что даже в течение этого года, придя к себе, очень часто начинаешь искать снова какие-то компромиссы, которые... Ну, компромисс это что, когда проигрывают оба человека, да? То есть один недополучил то, что хотел, а второй сделал то, что не хотел наполовину. Вот, а надо искать то, что именно тебе важно, и доносить свою ценность своим близким. И если близкие с тобой на одной волне, они и останутся близкими. То есть родные, а родные, они навсегда родные, а близкие, они меняются. Ну, это поймут только те, кто были здесь, да? Да, это поймут те, кто были здесь. И, конечно же, традиционно, на подствие ребятам, которые следят за Светланой, за ее деятельностью, возможно, смотрят в сторону того, чтобы приехать однажды сюда. Стоит приезжать, не стоит. Кому приезжать, может быть, не стоит. А кому вообще ты бы сказала, ребята, конечно, приезжайте. Скажи пару слов об этом. Да, ты знаешь, сразу вспомнилась моя фраза, которая была на Алтае. Видимо, она по-прежнему актуальна. Если уверены, что хотите каких-то перемен и готовы к ним, приезжайте и падайте в это. Это очень интересно. Потому что самый прекрасный мир – это мир внутри тебя и вокруг тебя. Познавая внутрь, расширяешься вовне. Кому не интересно, они даже и не посмотрят, наверное, это. То есть придут и услышат те, кому отзываются. Слушайте свое сердце. Я вот так сказала, да? Я очень тебе благодарна, что ты раскрываешь свой мир. И для меня, и как сейчас собеседника твоего, и для тех, кто посмотрит этот отзыв. Делишься, щедро делишься. И буду рада, если мы снова будем продолжать встречаться. Благодарю. В таких энергиях, в такой атмосфере. Да, я чувствую, что это еще не завершающая встреча, потому что... Какой-то рацион для раскрытия огромный. Да, и каждый раз это новая глубина. Продолжение следует...